Здравствуйте! В эфире телеканал ЖЭТСУ. Новости в студии Ахнудзер Мухаммедова и Сурдопереводчика Игуль Стамбекова. Утверждение границ недавно созданного города Алатау. Выделение земельных участков общей площадью 88 тысяч гектаров в городе Кунаев, а также в Вилийском и Толгарском районах. Эти и другие вопросы были одобрены на очередном заседании областного маслехата. Кроме того, в ходе встречи участникам собрания были представлены кандидаты на звание почетных граждан Алматинской области. В Алматинской области по проекту «Комфортная школа» будет построено 53 объекта образования. В этом году 26 из них должны быть введены в эксплуатацию. На эти цели из казны выделено 311 миллиардов тенге. Ответственная за реализацию проекта – национальная компания «Самруххазна Констракшн». Комфортабельные школы будут построены в пяти районах Алматинской области. Однако в строительных работах есть упущение. 70% территории, где расположены новые образовательные объекты, имеют высокий риск подъема воды. Первая проблема – это отсутствие заключения государственной экспертизы. И другие затруднения повлияли на ход строительства объектов. В этом году жители региона не останутся без тепла и горячей воды. Для этого проверяются сети и принимаются соответствующие меры. Сейчас в области ведется планомерная работа по подготовке к отопительному сезону. Об этом на очередном заседании маслехата отчитался руководитель областного управления энергетики и ЖКХ. В Алматинской области ведутся активные работы по газификации региона. Об этом свидетельствуют цифры статистики. Кроме того, в ходе заседания были представлены имена пяти кандидатов, претендующих на звание почетных граждан Алматинской области. Также стало известно о переименовании двух улиц в городе Кунаев. Отныне улица Центральная будет носить имя Бердебека Сухпахбаева. Фрунзе переименована в честь Героя Советского Союза и Казахстана Сагадата Нурмагамбетова. Решение нашло единогласную поддержку. Наряду с этим были обсуждены и другие проблемные вопросы региона. Руководителям профильных ведомств будет дан ряд поручений по дальнейшему выполнению плана работ. Народные избранники приняли во внимание отчёт о проделанной работе комиссии. Они также отметили, что работа по всем озвученным направлениям будет находиться под строгим контролем депутатов. В военном институте сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в Алматы началась горячая пора. Идёт отбор абитуриентов на поступление в главную кузницу военных кадров страны. В этом году стать офицерами изъявили желание более 500 юношей со всех регионов Казахстана. Отметим, что сбор желающих связать свою жизнь с армейской службой проводится на базе учебного центра вышеупомянутого военного вуза, расположенного в селе Жетыйген Ильийского района Алматинской области. Подробности в материале нашего корреспондента. В этом году в военный институт сухопутных войск планируется набрать более 400 курсантов. Для поступления прежде всего молодые люди должны пройти тест на профессионально-психологическую пригодность, а также медицинское освидетельствование. Для этого создана специальная комиссия, в состав которой вошли порядка 10 медицинских узкопрофильных специалистов. По их словам, проверка состояния здоровья абитуриентов – самый важный этап при поступлении в военный институт. Все абитуриенты приходят уже с готовыми анализами, которые предварительно проходят в местных исполнительных органах, то есть военкоматы. По перечню полностью проходят с предварительным уже заключением годен. И на нашем этапе это уже заключительная военно-врачебная комиссия для дальнейшего поступления. Если годен, значит дальше. Если не годен, или если есть какие-либо показания, мы отправляем на дополнительное медицинское освидетельствование. То есть уже военно-лечебное учреждение для консультации узких специалистов. Абитуриенты ниже 160 сантиметров, то есть метр шестьдесят, не подходят для поступления. И с индексом массы тела 18,5 и менее тоже не подходят для поступления в высшее военно-учебное заведение. Сдача нормативов по физической подготовке также является одним из основных критериев для поступления в военный вуз. Он включает в себя тестирование кандидатов по трем нормативам, таким как подтягивания на перекладине, бег на 3000 и 100 метров. Уровень физической готовности юношей определяется специалистами высшей категории в зависимости от полученных претендентами специальных баллов. Каждый абитуриент должен обладать навыками и физическими качествами для поступления в высшие военно-учебные заведения. Это качество мы проверяем на быстроту, силу и выносливость. В целом, конечно, подготовка абитуриентов неплохая. Видно, что ребята готовились, сдают хорошо. На первый взгляд, после подсчета баллов мы уже, конечно, конкретно увидим всю картину, кто что, на что способен. Но на профессиональный первый взгляд это понятно, что в принципе неплохо. Поскольку вуз включен в перечень учебных заведений совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств, членов ОДКБ, в стенах института военную науку студируют и представители из соседних государств Кыргызстана и Таджикистана. К слову, военный институт сухопутных войск имени Сагдата Нурмагамбетова проводит подготовку офицерских кадров по 15 специальностям. Вместе с тем учебное заведение занимается выпуском высококвалифицированных специалистов, имеющих отличную физическую подготовку, способных выполнять любые поставленные задачи. Следует отметить, что на сегодня более 70% офицерского корпуса Казахстана состоит из выпускников данного высшего военного учебного заведения. Я пришел с войсковой части 74-261 города Жаркент. Служу в срочную службу, прослужил уже 10 месяцев. В процессе службы понял, что военная профессия интересная и решил свою жизнь с этим связать, с военной жизнью. Как говорится, есть такая профессия – родину защищать. Мы сейчас с 1-го числа находимся на учебном центре полигона Ли. У нас прошла медкомиссия. У солдат срочной службы, у абитуриентов, которые пришли с войск, у них есть свои определенные привилегии. То есть мы не сдаем ЕНТ по программе «Срочник 2.0». Поступаем без экзаменов и руководство институции идет навстречу. Так, солдаты уже подготовлены. Все, в дальнейшем планирую стать офицером. Повезет, попаду в спецподразделение и дальше уже как пойдет. За годы своего существования военный вуз выпустил более 18 тысяч офицеров по различным специальностям. В настоящее время все они достойно выполняют учебно-боевые задачи в разного рода войсках. Многие выпускники командуют крупными воинскими подразделениями и ведомствами, заслужили высокие воинские звания и удостоены правительственных наград. Из них свыше 85 выпускников стали генералами. Обучается 4 года, из которых 2 года курсанты проживают в казармах, 2 года в обширитиях. Все курсанты без исключения получают стипендию. Первый и второй курс – одна сумма, третий и четвертый курс – чуть больше суммы. Далее, после окончания все 100% трудоустраиваются. Обучение у нас полностью бесплатное, на полном гособеспечении. Туда входит бесплатное медицинское обеспечение, вещевое обеспечение, продовольственное обеспечение. Также во время отпуска, когда они убывают домой, предоставляется бесплатный билет на железнодорожный транспорт до дома и обратно. Отметим, что в числе абитуриентов имеются и те, кто намерен поступить в зарубежные военные вузы таких стран, как Турция, Россия, Белоруссия и Китай. Конкурс на отбор с составлением рейтинга поступающих приемная комиссия проведет 20 августа этого года. Жандос Назарбаев, Жандос Сакинуло, телерадиокомпания ЖТСУ, Алматинская область. В рамках проекта «Цифровая копия Алматинской области» разработаны трехмерные и двухмерные карты по многим сферам данного региона, в том числе земельным участкам, особо охраняемым территориям и объектам строительства. К примеру, на карте разными цветами были выделены очаги сибирской язвы и скотомогильники. Всего по области насчитывается 99 захоронений сибирской язвы. Их расположение будет отмечено на топографической карте, после чего внедрено в автоматизированную систему государственного земельного кадастра. С момента запуска данной программы от населения поступило около 150 писем, которые помогают оптимизировать работу в этом направлении. Программа «Цифровая копия» уже показала свою эффективность для нашего управления, так как ежедневно к нам поступает более 30 заявлений от граждан. Обращения бывают на самые разные темы, а с внедрением цифровизации в нашу работу процесс обработки заявок стал намного быстрее и качественнее. Всю информацию по предупреждению пожаров, схода лавин и прочего мы выдаём с использованием цифровизации. Также с её помощью формируется база с информацией о гражданах, погибших во время ЧАЭС или других катаклизмов. Для нас стало намного удобнее работать с внедрением цифровизации. 10 августа мировое сообщество празднует День Абая, Великого Сына Казахского Народа. Роль поэта, просветителя и философа в обществе и культуре не только Казахстана, но и других стран мира неоценима. В честь знаменательной даты в историко-культурном центре Атамикен, расположенном в Карасайском районе Алматинской области, прошёл круглый стол, в работе которого приняли участие представители интеллигенции, работники сферы культуры, а также молодёжь региона. Подробности далее. Абай Кунанбаев – генетический ключ народа. А изучение его жизни и деятельности сродни исследованию нации, её души и самобытной культуры. Говорят учёные о великом мыслителе и поэте, приехавших в историко-культурный центр Атамикен. Гостей вначале ждала небольшая выставка и музыкальные выступления артистов, исполнивших песни Абая. А уже на самом мероприятии собравшаяся здесь интеллигенция высказала своё мнение об уникальной поэтической стороне знаменитой личности. Вы только вслушайтесь строки этого стихотворения, ведь эти слова Пушкина уже на свой манер перевёл великий Абай. Про них можно сказать, что эти чудные строки вложил в уста великого поэта сам Всевышний. Настолько они содержательны и красивы. Несмотря на тот факт, что современное общество и великого Абая разделяют порядка двух столетий, его произведения, наполненные мудростью и большим смыслом, поражающие сердце уникальной философии, не потеряли своей актуальности и в нынешнее время. По мнению абаеведов, его концепция полноценного человека особенно востребована для нашего общества. Ведь на первый план Абай ставил необходимость нравственного воспитания человека. Мудрый Абай искал ответы на такие масштабные вопросы, как нам оставаться нацией, а чего нам следует держаться подальше, а к чему стремиться и как оставаться человеком, чтобы сохранить свою душу и сердце чистыми. Именно поэтому и выстеки живут среди нас. Они полны мудрости, причём не каждому дано проникнуть в тайну его произведений. В ходе встречи школьники прочитали наизусть стихи и слова назидания поэта. Особенно взволновали сердца слушателей высказывания о высокомерии и зависти, невежестве и мирских пороках. Абай Кунамбаев часто критиковал типичные черты, присущие некоторым народам, и призывал своих соотечественников избавиться от них. Ему хотелось двигаться вперёд, а не оставаться в так называемом кругу тьмы. Его понимание тьма – это не только неграмотность, это затуманивание сознания человека. А он хотел избавиться от всего этого. Абай Кунамбаев – духовный стержень нации. А потому сохранение его наследия, пропаганда произведений и мудрых изречений просветителя, в особенности среди подрастающего поколения, наша главная задача – резюмировали организаторы мероприятия. Эти строки – наследие нашего великого предка Абая Кунамбаева, и оно будет жить вечно, как живут его слова назидания в наших сердцах. Также я хочу отметить, что сотрудники нашего центра ведут пропагандистскую работу по произведениям, а также деятельности просветителя и поэта не только в день его рождения. В этом направлении мы работаем круглый год. Объять творчество великого Абая на одной встрече невозможно, подытожили мероприятия его участники. Однако перед каждым из них стоит важная задача – пропагандировать творческое наследие поэта, учёного и мыслителя, чтобы его мудрые слова назидания оставались вечными и актуальными во все времена. Борец греко-римского стиля Демей Ужадраев стал серебряным призёром Олимпиады 2024 в Париже. Таким образом, он принёс национальной сборной шестую медаль турнира. В финальном поединке с японским спортсменом в качестве болельщика выступил весь казахстанский народ. Наш корреспондент встретился с первым тренером олимпийского призёра и узнал, какими секретами в тот своё время поделился со своим талантливым учеником. Подробнее в материале сюжета. Первый тренер Демей Ужадраева Жумахан Турганбаев сегодня сидит в первых рядах и вместе с другими болельщиками переживает за своего ученика. 40 лет своей жизни он посвятил тренерской деятельности. Отметим, что борец греко-римского стиля Демей Ужадраев – выходец из небольшого села Ушарал, Панфиловского района области ЖТСУ. Он является многократным серебряным призёром чемпионата мира и трёхкратным бронзовым призёром чемпионата Азии. Демей У в детстве рисовал портреты знаменитых мировых и отечественных спортсменов. Всегда идеализировал их спортивную карьеру. Он с раннего детства очень упорно тренировался. Всегда стремился к победе. И именно это стремление привело его к вершине спортивной карьеры – к победе в Олимпиаде. Я очень рад и горд за него. Спортивную карьеру Демей Ужадраев начал строить с раннего детства. Благодаря усердным тренировкам на протяжении более 20 лет он получил возможность выступить на Олимпиаде 2024 в Париже. Об этом свидетельствуют друзья и соратники чемпиона. Демей У довольно скромный и трудолюбивый спортсмен. Отзываются они о борце. Наряду с тренировками талантливый атлет любит проводить время за чтением книг. Благодаря своему трудолюбию и целеустремлённости Демей У сейчас представляют нашу страну на Олимпиаде. Он очень дисциплинированный спортсмен. Я уверен, что он станет примером для многих молодых атлетов и вдохновит подрастающее поколение на покорение вершин спорта. Поздравляю соотечественников с завоеванием серебряной награды и в целом победой. В целом в Алматинской области развитию греко-римской борьбы уделяется огромное внимание. На сегодня данным видом борьбы в спортивных секциях занимаются более двух с половиной тысяч детей. По словам президента федерации, с каждым годом интерес молодёжи региона к греко-римскому стилю борьбы только растёт. В нашей области немало знаменитых чемпионов, имена которых связаны именно борьбой. Мы очень гордимся ими. Поздравляю земляков с прекрасной победой с серебряной медалью Олимпийских игр 2024 года. Напомним, что Демио Жадраев на Олимпиаде в Париже выступал в весовой категории до 77 килограммов и в полуфинале поборол спортсмена из Азербайджана. Однако в финале проиграл японцу Нао Кусаки. Серебряный призёр Олимпиады Демио Жадраев золотыми буквами навсегда вписал своё имя в историю отечественного спорта. Отметим, что Казахстан завоевал одну золотую, две серебряные, три бронзовые медали на Парижской Олимпиаде. Жандос Назарбаев, Айолун Джерсон, КЗЖ, Адербект, Нурбект, телерадиокомпания ЖТСУ, Алматинская область. На финале Парижской Олимпиады вся страна переживала за нашего земляка Демио Жадраева. Особую поддержку ему оказывали жители родного села Ушарал. Мать Демио, его близкие односельчане и знаменитый борец Нурбакат Денезбаев выразил атлету свою поддержку, собравшись у него дома, в котором побывала и наша съёмочная группа. Финальную схватку борца Демио Жадраева с нетерпением ждала его мать Кулипа Бижанова. В этот вечер женщина не скрывала своего волнения, надеясь на то, что многолетние усилия её сына принесут заслуженные плоды. Поболеть за соотечественника специально приехал известный борец Нурбакат Денезбаев. Поддержал мать земляка и Аким Панфиловского района Марат Сагмбек. Все гости собрались в доме борца с единственным желанием – увидеть, как односельчанин поднимется на пидестал в качестве чемпиона Олимпийских игр. Я хочу пожелать подрастающему поколению достичь таких же высот, как и мой сын. Это требует много времени, тренировок и усилий. Также хочу выразить благодарность всем друзьям, близким и односельчанам за то, что разделили эту радость вместе со мной. И за время выступления активно поддерживали моего сына. Ведь теперь он гордость нашего аула. В спорте бывают как победы, так и поражения. Для собравшихся здесь поддержать своего земляка серебро Деми Ужадраева не менее значимо, чем золото. Учаральцы верят, что их богатый талантами край станет родиной еще многих чемпионов, которые поднимут имидж нашей страны. Примером для них станет путь опытного тренера Жумагана Турганбекова, который воспитал двух призеров Олимпийских игр. Деми Ужадраев с детства проявлял выдающиеся способности и таланты. Он отличался высокой успеваемостью как в учебе, так и в спорте. Его стремление к успеху и телеустремленность позволили ему достичь значительных результатов на республиканском и международных уровнях. Его достижения вдохновляет подрастающее поколение, которое берет с него пример и стремится повторить его успех. Уроженцы Панфиловского района Аслбек Аукенов, Жалга Салтенбек и Берик Сауранбаев за счет собственных средств построили современные спортивные залы в селах Ушарал, Турпан и Коктал, которые теперь служат на благо местных жителей. Благодаря усилиям неравнодушных сельчан у молодежи появилась возможность заниматься спортом в отличных условиях. В греко-римском спортивном кружке работают четыре тренера. Их воспитанники уже показывают высокие результаты на уровне района и области. Я очень горд тем, что являюсь односельчанином Демио Жадраева. В будущем, как и он, я хочу участвовать в Олимпийских играх и стать чемпионом. Для этого нам нужно упорно тренироваться и хорошо учиться. Мечтаю повторить успех Демио Жадраева и принести радость нашему селу и как можно больше призовых мест в нашей стране. За последние 16 лет из села Ушарал вышли два олимпийских призера. В настоящее время юные борцы из этого аула стремятся повторить успех своих старших товарищей. Тренеры уверены, что в ближайшем будущем их подопечные смогут с достоинством представить страну на соревнованиях в Лос-Анджелесе и Брисбене. Елеман Турсынканов, Мурат Мухашула, Габит Кабдрахман, телерадиокомпания Жетысу, Панфиловский район. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале Жетсу и будьте в курсе событий. До свидания.